Человек, влюбленный в море и город. Борис Шенин родился в Запорожье, а в двухлетнем возрасте семья переехала в Севастополь. Но именно город у моря всегда называл своим родным домом. Здесь он вырос, учился и начал фотографировать. Водный праздник в Севастопольской бухте – один из первых взрослых снимков подростка Шенина. А уже завтра на город обрушилась война. И молодой фотокорф лотской газеты нацелил свой объектив на поле сражений. Затвор его лейки за годы войны взводился и спускался 9 тысяч раз. Борис Григорьевич отшучивался. Воевал всего три минуты. Дочка математик подсчитала. Именно столько получается, когда каждый кадр сделан с выдержкой 1,5 секунда. В эти три минуты, длившиеся четыре года, уместились и смерть, и радость победы, и нечеловеческое горе. За каждым снимком судьбы людей и доблесть героев. Благодаря своей лейке Борис Шенин мог остановить мгновение, за которым целая история. Подвиг матроса – одна из известнейших фотографий автора. Сделанная на крейсере «Красный Кавказ» 29 декабря 1941 года. В судно попал снаряд. Он влетел в пороховой погреб. Вспыхнуло пламя. Моряки кинулись на борьбу с огнем. Пожар тушили собственными телами. В кадре матрос Василий Покутный. Его, горящего, вытаскивают из погреба. Есть обгоревшие руки, очень сильно. Но он остался жив. В госпитале его поправили, он остался жив и опять воевал. В коллекции фотокора – снимок, который облетел весь мир. Сделан он в июне 1942 года и называется «Гибель немецкого стервятника». Крупный американский журнал «Лайф» напечатал эту фотографию на обложке и подписал. Вы видите, как разваливается на куски фашистский бомбардировщик. Вот так развалится и фашистская Германия. А сделан этот кадр был абсолютно случайно. Он получил задание снимать в гвардейске «Красный Крым». «Красный Крым» получил крейсер, «Красный Крым» получил звание гвардейского. Его нужно было снять стреляющий «Красный Крым». Надо было ближе подойти. И он от Малахова кургана ехал к нему на корабль, чтобы снять этот снимок. А тут начался налет. Остановилась машина военного коменданта Старушкина. «Боря, куда ты едешь? Потому что на лед сейчас немцы уже подлетают». И тут действительно начался налет немцы. И «Красный Крым» начал отвечать, начал стрелять, стрельбу по этим самолетам. И один самолет подбил. Старушкина машина остановилась, они в канаву спрятались какие-то. А он говорит, я каким-то чутьем, когда грохнула, значит, попали в самолет и снял. Борис Шенин очень любил свою профессию. Всегда был в центре событий. Ради хорошего кадра неоднократно рисковал жизнью. Чтобы снимок был в газете на следующее утро, его не страшило ничего. Ни пули, ни задания редакции надо было выполнить в любых условиях. Поэтому он всегда был на передовой. Ему нужно было выполнить, потому что сейчас есть такие камеры, которые снимут, сразу есть снимок, можно послать куда-то. Тогда надо было эту снять, проявить пленку, отпечатать. У него было разрешение во всех частях, которых он снимал, ему предоставляли фотолабораторию, чтобы отпечатать. Если не было такой возможности, у него был патронтаж из этих самых. Если его убьют, то каждая пленка была свложена в патронтаж. В металлические кассеты, которые находились постоянно при нем. Борису Шенину несказанно везло. Не единожды по счастливому стечению обстоятельств ему удавалось избежать смерти. Вот его мама провожает на одно судно, а он каким-то чутьем пересаживается на другое. Мама знает, что он ушел на Красном Крыме, он пересел на другое судно. И это судно вдруг к утру мама узнает, что оно взорвалось на мине. Представляете? Поэтому вот он как-то чувствовал. Опоздал на самолет, а самолет взорвался. Опоздал на шхуну, которая должна была идти в Севастополь. Он опоздал на нее, потому что подписывал документы. Ему капитан сказал, что нужно подписать документы, разрешение, чтобы он ушел с этим судном в Севастополь. А это судно наткнулось на мину и взорвалось. Борис Шенин единственный из Севастополя снимал на Крымской конференции 1945-го в Левадии. А в этом же году в Берлине, еще до взятия Рейхстага, 1 мая запечатлел в одружении самодельного знамени Победы. Так фотокорреспондент поставил точку в многодневной военной эпопее. Рейхстаг освободили 2 мая. А они ночью пролезли наверх. И поэтому знамя вот такое длинное. Это не знамя, которое там было заранее заготовлено, нет. Это красный матрас, что было под рукой красного, чтобы повесить, что все-таки уже Рейхстаг занят. Поэтому брали все подручные материалы, прикрепили его к древку, вытащили все оттуда содержимое. И прикрепили в древку. Поэтому оно полотнище вот такое длинное. За мужество и высокий профессионализм Борис Шенин удостойно многих правительственных наград. Он единственный фотокорр, отмеченный сразу двумя орденами Красного Знамени. После войны Борис Григорьевич работал в Институте биологии Южных морей. От организации получил жилье в центре. По адресу Нахимова 3, квартира 5, фотокорр прожил 22 года. Именно здесь, на родном доме мастера, его дочь уже долгое время пытается получить разрешение на установку памятной доски. О ней и так мечтал отец, делится Тамара Шенина. «Хотим, чтобы на том доме, где мы жили, поставили доску папе к столетию хотя бы. Потому что я это начала, к 95-летию хотела сделать ему. Но пока не получается». Борис Григорьевич с Лейкой не расставался никогда. С помощью фотографий отразил полувековую историю Севастополя. От периода его строительства и развития в предвоенные годы до восстановления и процветания после. «Это лейка номер 282-179. С фотоаппаратом никогда не осталось он. Даже когда выходил в город, он все равно брал его с собой. На всякий случай, вдруг что там, чего-то, чтобы он это снял». 26 мая 2015 года семья и почитатели таланта военного фотокорреспондента отметят памятную дату – столетие со дня его рождения. Он немногим более двух недель не дожил до 75-ти. Ушел из жизни на следующий день, как страна отметила 45-ю годовщину Великой Победы. «Похоронен он на мемориальном кладбище, которое находится на поселке Дергачи. Это мемориальное кладбище, участникам Великой Отечественной войны. Он нам завещал только туда, чтобы его похоронили. Он только там хотел быть со своими боевыми друзьями, с которыми он прошел большой путь в военную. На Красной Горке, где стоит танк, первый танк, ворвавшийся в Севастополе, есть Большая улица имени Бориса Шейнина». Фотокорр оставил наследие не только в негативах, но и на бумаге. В 1964 году вышла книга «Севастопольская поэма». В ней стихотворение Николая Криванчикова, описывающий каждый снимок Бориса Шейнина. В 1966-м фотокорр издал книгу уже собственных рассказов, погружающих в мир фотографии, в объективе война. С таким же названием вскоре выходят еще две книги, дополненные новыми историями и снимками. Специально к юбилею Бориса Шейнина 26 мая на 35-й береговой батарее состоится презентация 4-го сборника. Он объединит в себе последние три шейнинские книги и будет дополнен новыми снимками из архива. Дочь фотокора вспоминает, отец очень любил семью, и сохранение памяти о нем – важное семейное дело. Борис Шейнин был многогранным человеком, обладал неповторимым чувством юмора, любил животных. В его частном доме была огромная голубятня, ухаживал за сотней птиц, разлетел рыб в аквариуме. Так он приносил в дом частичку моря, которое так любил. Редактор субтитров А.Семкин